Сегодня я вам перескажу интересную историю от моей подписчицы и, скажем так, от моей клиентки на консультациях. И она попросила, чтобы я вам пересказала ее историю, если так можно выразиться, да, дала вам вот эту информацию, как она сказала, для дурочек, таких же, как и я, потому что информации на канале много, я говорю, давно ваша подписчица, но время идет, и, короче, мы все равно продолжаем допускать какие-то ошибки. Я немножко вкратце изложу ситуацию, как ее обманывал, скажем так, мужчина, с которым она познакомилась здесь, в Турции, и как она его вывела на чистую воду. История такая, чтобы анонимно, без каких-то там информации какой-то о человеке, она познакомилась на сайте знакомств, не знаю, в каком, мы об этом не давались в подробности, с турком. Он по возрасту чуть-чуть был старше ее, ну, все, подходил, короче, да, она в разводе, у нее есть двое детей, и она, скажем так, что у кого вопросы, там, что вы своих не находите, там, к туркам лезете и так далее, это получилось, скажем так, спонтанно, она после развода начала, не знала, где познакомиться, у нее дети, скажем так, и у нее нет возможности ходить там по каким-то заведениям, знакомиться, общаться. Это было начало пандемии, вот в этом году это все началось. И она поэтому по совету там чему-то знакомилась на сайте знакомств, сначала зарегистрировалась, сначала познакомилась, короче, с турком. Это ее первый опыт, она была много лет замужем, то есть девушки еще нет сорока, у нее двое детей, и, скажем так, она, нет у нее возможности ввести такую активную социальную жизнь, где-то там ходить, знакомиться, и вы поняли, да, почему ее привело к сайту, и это ее такой первый опыт, она в этом плане была, может, неопытная. Вот, социально обеспеченный человек, женщина, то есть она особо ни в чем не нуждается, просто желание такого тепла, заботы, мужского внимания какого-то, да. В общем, он ознакомится с турком на сайте, все нормально, все прекрасно, он хорошо выходит на связь, не общается, проблем со связью, то есть в определенное время у меня есть видео по поводу того, как выявить женатого мужчину, занятого, нет ничего, там документов каких-то особо, тоже она что-то, не знаю, спрашивала, нет у него паспорт его про женат, не женат, в общем, короче, подозрения не вывела, он сразу расположил ее, потому что он решил ее определенные, помог вот это участие мужское, внимание, то, что ей нужно было, взятие какой-то ответственности, внимание в ее жизни, участие. У нее тяжело больной ребенок, и ей в тот момент, при даже финансовых возможностях, когда закрывались границы, она не могла купить определенный аппарат ребенку-датчик, которого в России не было, она не могла его заказать, в России здесь пойти купить, он мог быть только за границей, там, короче, это было проблематично. Она же, знаете, в этом году, к сожалению, в тут, про 20-19 законы вводились для сахарного диабета, многие лекарства поотменяли, да, замены вот эти опасные, и аппараты, все туда же, короче, у ребенка сахарный диабет. Короче, случилось так, что она была вот в этом стрессе, решение этих проблем, страх за ребенка, и он в этот момент подключается, и первый его видеозвонок был, она вот в панике, вот этот аппарат ищит, она, что у тебя случилось? Она говорит, у меня вот такая история, просто говорит, я выпалила, потому что, ну, это сейчас происходило, она это эмоционально переживала. И он, дабы к себе расположить, он нашел этот аппарат, там, пошел в аптеку, купил его в своей стране, в Турции, здесь, в Стамбуле. Короче говоря, всеми правдами и неправдами, он его экстренно отправил ей, и, скажем так, по-моему, ребенку спас его. И, в общем, это, естественно, женщину к себе расположило, и начали они общаться более тесно, любовь началась, потому что он всегда проявлял внимание к ее детям, к их здоровью и тому подобное. Проходит какой-то период, там, несколько месяцев, когда, а, пардон, они начинают общаться онлайн, и вот в течение пандемии они общаются по интернету, все нормально. Ну, каких-то подозрений никаких, вообще, она думает, офигеть, влюбилась, все, мужчина для жизни, она ему очень многое рассказывает своего личного, она очень открытый, честный именно человек, который добрый, хочешь, как к тебе относились, относись так к людям, она по-честному вываливает свои какие-то проблемы с мужем какие были, свои какие-то раны душевные, да, переживания, он все слушает, он ее поддерживает. Вот так он втирается вот в это доверие к ней, когда открывают границы, она летит к нему навстречу, и она летит с ребенком, он оплачивает билеты, она летит с ребенком, потому что ребенок без нее не может, она за ним ухаживает, как врач, мама, как врач, плюс она еще берет няню с собой, потому что, чтобы остаться одной с этим мужчиной, куда-то сходить, то есть за ребенка кто-то должен смотреть, у них всегда есть няня, которая ей помогает, я повторюсь, у ребенка сахарный диабет, они постоянно проверяют вот этот датчик, количество сахара и все, это очень серьезно, ребенок на инвалидности, да, чтобы вы понимали, она без ребенка не может, она его врач, она его мать, она ему все, на данный момент пока ребенок без мамы существовать не может, плюс у нее еще есть помощник всегда с ним, чтобы просто отойти там в туалет, поесть, поспать, лечь, да, в общем, они приезжают, общаются, здесь все прекрасно, нормально, но она говорит, я чувствую себя, на что она не обратила внимание, она чувствовала себя одинокой, когда при этом рядом с ним присутствовала, он пропадает, они живут в отеле, он навещает их, да, он не остается никогда рядом, там номер не снимет на ночь, что-то такое, такие моменты, один раз он там остался, в общем, всегда надо его ждать, он сказал, что он работает в полиции, что еще там было, не помню, ну, что-то там, он в разводе, у него есть ребенок, один сын, и все, короче, свободный полицейский, чуть-чуть старше ее, они нас супер-то много, у нее огромная там разница у них в возрасте, в общем, пообщались, она улетает обратно, они продолжают в интернете, все, короче, по-нормальному идут, да, но у нее какой-то червячок, у нее параллельно, скажем так, на хвост ей на сайте знакомства упал другой мужчина, она как честный человек, они общаются как друзья, и она ему рассказывает, мне нравится мужчина, я с ним слетала, встретилась, короче говоря, то есть ты мне друг, больше ничего не может быть, если хочешь общаться как друзья, окей, если тебе отношеничный, я тебе ничего дать не могу, я вот мужчину типа выбрала, они начинают общаться как друзья, у мужчины, естественно, скрытые желания, чтобы она с ним все-таки была, и он такой на френд-зоне, но начинает ей открывать глаза на этого мужчину, не в своих только корыстных каких-то целях, чтобы ее завоевать, она на него, он ей неинтересен, даже при расставании с ним она не будет с этим мужчиной, это не ее типаж и все такое, и в общем она, у нее закрадываются сомнения, что что-то не так, но она это сомнение почувствовала еще на встрече, и там несостыковочка, и тут несостыковка, и вот эти вот ощущения, что что-то в общем не то было, да, я забыла самое главное, да, упустить, вообще все было нормально во время, самое главное забыла, во время вот этой встречи в Стамбуле, в отеле они выходят на парковку, и их встречает женщина с ребенком на руках, лет четырех, и она ему говорит, я его бывшая жена, а она-то понимает, что ребенок, который должен быть, он гораздо старше, что это еще одна какая-то его бывшая с каким-то еще ребенком, она в шоке, она просто в этой ситуации убегает, он ее догоняет и говорит ей, в общем она в истерике, он ей объясняет, что это я с ней встречался, типа там, не знаю, жил с ней, она маньячка, она меня преследует, это она мне никто, и позвони ей, хочешь номер дам, или иди ее там, не знаю, спроси, и в таком роде он ей начинает втирать, что вот с чего у нее сократились главные сомнения, что вот эта встреча, пришла какая-то женщина на нее посмотреть, ей в глаза и показать, типа там, давай сваливай, это мой мужик, но конфликта как такового разговора с ней не состоялось, он уверяет, что это какая-то маньячка его преследует, с которым он когда-то встречался, она говорит, что она тогда с ребенком пришла, вот эти мысли, значит у нее скорее всего ребенок, она говорит ему, она тоже мусульманка, она дает ему Коран и говорит, он верующий, типа мусульманин, клянись мне на Коране, что это не твой ребенок, и он поклялся всем святым на Коране, что это не его ребенок. Ну, как потом оказалось его, это и был ребенок, то есть сам он клялся там что-то памятью отца, который умил чуть ли не его могилу, это не его ребенок, она маньячка, скажем так, длительность ее усыпила, она вернулась домой, и начались вот эти сомнения. И вот этот ее знакомый, второй турок, просто который друг, он начал этим воспользоваться, и начал как бы под него копать, все это рассказывать. Короче, он ей дал такую идею, и по итогу были заплачены деньги частному детективу в Стамбуле, который за этого человека в течение дня нашел всю информацию, это, скажем так, нелегально, никакой рекламы мы не даем информации, но все знают, что есть такие услуги, и в России везде, в любой стране. Это ему были заплачены деньги, и частный детектив за один день пробил его по всем базам, была за ним слежка, это вот сейчас происходило не так давно, буквально пару месяцев назад, и выдает ей всю информацию об этом человеке. И выясняется, что этот мужчина, который в течение этого года, любовь, морковь, будем жениться, все переезжать, это все обещания, конечно, были, да вот эта встреча с этой женщиной, на их встрече первой. Все-таки, короче, замечательно, классно, но он врал с самого начала. Если бы не этот частный детектив, самой такое нарыть было бы нереально. Ну, во-первых, он никакой не полицейский, в полиции он никогда не работал, на нем есть кафе какое-то, на самом деле он связан с мафией, ей даже назвали там какого-то группировка, в которую он причастен. То есть это кафе, это какое-то определенное прикрытие, вообще мафиозная история, ни нафига он ни разу не полицейский. У него есть та бывшая жена и взрослый сын, о котором он рассказывал, вторая вот эта женщина, которая пришла с ней на встречу с ребенком на руках, это его ребенок, у него еще дети есть. Это та женщина, которая является его второй женой, неофициальной, с которой он живет. Поэтому он не приходил в отель, один раз только остался ночевать, она, жена, походу, поняла, что он где-то там, короче, она за ним это все понимала, и поэтому она пришла, проследила, она ее встретила, показать, дать о себе знать. На самом деле он живет с этой женщиной, это его жена гражданская или еще как-то, то есть он двоеженец. У него есть типа бывшая жена, которую он содержит, сын, все такое, он с ней не живет, но поддерживает. У него есть вот эта вторая жена. И на роль, скажем так, третьей жены, но уже неофициально, он бы никогда и свадьбы не наломил, он уже вот эту женщину нашу окучивал, женщину, чтобы ее, скажем так, взять себе, по факту, второй женой сейчас, жить на два дома, создать семью, но никогда с ней не расписываться. Самое, что ужасное, вот этот подход к ней, он делал через ребенка, помощь детям, и у нее двое детей. Он уже говорил про переезд, про школы, про где будем снимать квартиру или купим, в каком районе, вся вот эта история. И я вот просто, она попросила вам вот это все рассказать, что она нарыла и узнала, чтобы вы не допускали ошибок в этом месте, хотя, казалось бы, у нее такая уже история своя за плечами нелегкой жизни, она взрослый человек. Скажем так, у нее диапазон лет от 30 до 40, она же опытная, у нее двое детей есть, она очень сама с характером и с достатком финансовым определенным. То есть это женщина, знающая себе цену, говорит, и так развести, и повестись на то, что врать с самого начала. И если бы, говорит, нет, это детектив частный, я бы вообще, говорит, сама никогда не могла понять многого и расхлебать это все. Какая каша была вокруг меня заварена, сколько лжи. Вот врал от первого слова и до последнего, на Коране клялся, что это не его ребенок. Какая, говорит, подлость. И ее догадка, я как бы не то, что не поддерживаю, это может быть, я допускаю, такое бывает, но ее мысль такая, она говорит, очень странная, я вижу тут три варианта, ну, два, окей. Очень он тащил ее сюда, в Турцию, прям срочно переезжая, давай вместе жить, и тра-та-та, и следующую встречу он просил, чтобы она приехала без детей, без няни, оставила ребенка с ним на встречу в Анкару. Она говорит, зачем, если он живет в Стамбуле? Лететь с Москвы до Стамбула удобно, нафига, говорит, Анкара нужна? У нее вообще мысль, что раз она с какой-то, она узнала мафией, что, возможно, он ее хотел отдать либо в какое-то рабство, или продать на органы, или еще что-то в таком роде, потому что он связан конкретно там с криминалом, ни разу не полицейский. И он очень сильно ее зазывал на встречу одну, без каких-либо свидетелей, и очень активно ее, скажем так, именно в Анкару, говорит, звал, хотя, что там смотреть, говорит, это не, я имею в виду, не курортная зона, да, не исторический Стамбул, ну, очень странно. Реально, сам там не живет, понимаете? А живет он в Стамбуле, очень странная, говорит, какая. Он ей это объяснял тем, что у него будет командировка полицейская по работе в Анкару, и там они могут встретиться и провести время, типа, тоже вот, типа, работу. Какая, говорит, работа, ты знаешь, он уже не полицейский ни разу, в общем, в мафии нечестный человек, говорит, ну, в общем, у нее такие мысли, либо вот просто все это врал, обманывал, дабы там себе второй женой ее взять, потом, когда, знаете, да, многие так делают двоеженцы незаконные, когда перевозят себе девушку, женщину, а в итоге выкладывают всю правду, когда она уже переехала, жизнь свою изменила, и ее ставят перед фактом, либо ты соглашаешься, либо варишь обратно. Да, она с двумя детьми и с ребенком больным, как бы, на инвалидность, это, естественно, она, по-моему, навряд ли там обратно, может, поехала, как бы сложилась ситуация. Вот такая история. Пишите свои комментарии. Я считаю, что вы должны поддержать эту женщину, потому что у нее есть честность, силы в себе это признать, пережить это сейчас. Это, я вам напомню, это все на фоне того, что у нее тяжело больной ребенок, она это все переживает. Вот этот обман еще подстава, этот удар, говорит, по сердцу, я ему настолько, говорит, поверила, мы так хорошо вот это все время в интернете общались, он столько всего обещал, подкупал вниманием вот этим, к ребенку, вот это вот все-все-все, говорит, а на самом деле, все вот это время, сколько мы общались, каждое слово от начала до конца это огромная, большая ложь. Вот такая история. Так что будьте внимательны, продолжайте смотреть мой канал, беритесь информацией отсюда, будьте бдительны, девочки. Неизвестно, что вообще, зачем здесь стоит и кроется. Вот это просто сайт знакомств, на минуточку я вам скажу, да? Просто в интернетике познакомилась с мафиози. Вот. Жду ваших комментариев, может быть, слова поддержки для этой женщины, она очень мало одет, она очень хорошо держится. И я всегда оставляю почту у меня под видео в инфобоксе для ваших анонимных историй на канале или для записи на психологические консультации. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.